Так, всем привет! Пополняем рубрику шедевры. Один из моих учеников обратил внимание на следующую партию, которую я в анонсе представил как сыгранную в антиберлине. На самом деле нет, она была сыграна просто из испанской партии. И после А6, слон А4, конь Ф6. Здесь белые сыграли конь С3. Недавно на турнире претендентов Аниш Гири обыграл Дин Леженя, сыграв фаркировкой слон Е7, слон бьет С6, ДЦ. Выиграв важный темп, на мой взгляд. Ну еще и конь идет через Д2 на С4 более достойно. То есть конь на С3 стоит чуточку похуже в этих позициях. Но после слон С5, слон бьет С6, ДЦ, Д3 возникла достаточно известная позиция из антиберлина, за одним исключением, есть пешка на А6. То есть вот сейчас давайте вернемся к начальной позиции. Представим, что черные сыграли конь Ф6, конь С3, слон С5. Белые взяли здесь, сыграли Д3. И вот возникает вот эта позиция, в которую я сейчас ткну мышкой. Ну и вы обнаружите, что единственное изменение в позиции в том, что пешка А стоит на А6. Но лишний темп не особо важен черным в этой позиции. План у них стандартный. Ферзь Е7, нужно заищать пешку. Ход Аш3, на мой взгляд, небольшая неточность, хотя статистика и здесь в пользу белых. Аш6, более понятный, оправданный ход. Помимо того, что слон не пускается на Ж5, у черных появляется еще одна интересная идея. Которая встретилась в партии. Слон Е3. Белые предлагают размен. Размен, конечно, черным не выгоден, потому что после слон бьет Е3, ФЕ. Вскрывается линия Ф. И белые ракируют в короткую сторону. И стоят несколько перспективнее. Надо отступать слон Д6. В этой позиции основным ходом является ферзь Е2. А вот Матуш Бартель неаккуратно ракировал. И хотя равенство этот ход еще не выпускает, играть белыми нужно с этого момента исключительно аккуратно. Итак, на тему ферзь Е2 файлики в описании под роликом вклеены в партию Бартель Артемьев. Вы их найдете. Белые там сохраняют возможность ракировать в любую сторону. После ракировки самый естественный ответ черных – С6, С5. То есть взяли под контроль пункт Д4. Белые проводят стандартный план. Конь Д2. Хотят пойти Ф4. Ведут коня на С4 за слоном Д6. Если им удастся провести вот эту операцию, у них будет лучше. Поэтому вот сейчас мы видим, как раскрывается смысл хода Х7-Х6. Черные ходят Ж5. Ну и после конь С4 заканчивают развитие. Брать на Д6 надо, потому что на коне опять будет просто длинная ракировка. И черные начнут наступление на белого короля. Конь бьет Д6, СД. То есть вот такой парадокс. Вообще партия очень интересна с точки зрения соблюдения дебютных принципов. То есть мы знаем, что стороны должны стремиться к развитию фигур в борьбе за центр и к безопасности короля. Многие начинающие шахматисты считают, что третьим принципом является ракировка. Вот данная партия показывает, что черные сумели сохранить безопасность короля в центре, а белые, несмотря на то, что сделали короткую ракировку, попали под страшную атаку. Итак, на конь Е2 самый естественный ход в этой позиции. Для того, чтобы атаковать вражеского короля, нужно в первую очередь подтянуть тяжелую артиллерию. Для этого нужно вскрыть линии. Поэтому ход Ж4 самый логичный и естественный. Х4. Следующий ход тоже напрашивается напасть на пешку Х4, вызвать ослабление королевского фланга. И сейчас очень сильный ход Ф5. Несмотря на то, что каждый ход черных я снабжаю восклицательным знаком, а у белых тоже ходы можно ими снабжать, они тоже вынужденные. После ЕФ, если черные съедят на Ф5, то белые получат темпы для получения контр-игры на ферзьевом фланге. Ферзь Д2, Б4. Поэтому черные играют слон Д5. И вот этот слон сыграет решающую роль в атаке на белого короля. Хотя пока что кажется странным, что он тут может сыграть. Но ушли Ферзь Д2. Пешка пока лишняя. Идея Б4 витает в воздухе. И вообще эта позиция, я не уверен, что у белых проигранная. Но после КНЖ7, вместо обязательного Б4, ЦБ, КНЕ4, на мой взгляд, с очень сложной, неясной игрой, где, впрочем, у черных все в порядке. То есть, до черного короля все равно не добраться. А белый в опасности. Вместо этого последовало слон бьет А6. Ну, противопоказаний к взятию пешки нет. Никаких, за исключением одного. Не вскрывайте линии там, где ваш король. Вот есть такое правило. И Влад Артемьев очень убедительно наказывает своего противника за пренебрежение этим правилам. Он взял на Ф5. Тем, кто любит, кто испытывает проблемы с нахождением тактических ресурсов за своего противника, я рекомендую уже здесь остановиться и понять, в чем же проблема. А еще лучше было, конечно, перед ходом слон бьет А6 попытаться разобраться. А тем же, кому нравится атаковать, но не всегда вы можете посчитать до конца какие-то варианты, поищите в этой позиции. Ну, идея действительно очень красива. Даже не знаю, насколько она красива. Как описать, да? Черные, конечно, пытаются добраться до короля и использовать линию Аш. То есть, Влад забрал, конь бьет А4. Ну, понятно, что если белые съедят ЖА, то ладья бьет А4 и белые получили мат на А1. Ну, или слон бьет Е7 немедленно на А1 мат. Ну, естественно, белые бьют ферзя. И на конь А5 уходит слон А4. Кажется, что сейчас подключится к защите ферзь. Ну, после конь бьет А4, ферзь Ж5. Конь А5. Выясняется, что у белых есть пара шагов. Но они быстро заканчиваются, даже тройка. А мат на А1 неизбежен. То есть, такой отличный пример на тему не вскрывайте линий напротив своего короля. Все. Спасибо за внимание. А, стоп. Еще ну, вы, впрочем, сами читаете подо мной надпись. Если вы увидели, то есть, что-то достойное комментариев, не стесняйтесь, пишите. Я прокомментирую. Все. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok